Как врачи-рентгенологи мы находимся в самом центре событий, тут уж чего скромничать, и мы общаемся с врачами всех специальностей. Иногда это очень быстрые романы, с коротким периодом полураспада, иногда длительные, из которых рождаются врачи, специализирующие на тракальной хирургии или на кардиорентгенологе. И комплексный подход, он необходим для успешного лечения пациента. Очень важна унификация заключений, унификация терминов. Разговор на понятном языке для всех, не только для рентгенологов, которые напишут красивые заключения, но это заключение должно быть понятно прежде всего тем врачам, которые будут его читать. Поэтому большая часть тем сегодняшнего доклада, сегодняшней секции, будет посвящена именно этому. Унификацию терминов, классификации, общему языку. Начнет его Ирина Викторовна Румянцева. Он очень коррегирует с теми докладами, которые были на предыдущей секции, и посвящены такой живопотрепещущей теме, практически борьбе терминов. Мы пользуемся и теми, и другими. Но на самом деле, что же верно, что же одинаково, вот сейчас Ирина Викторовна разберется в этом вопросе. Сейчас пока поставят презентацию. Конечно, я буду говорить преимущественно о ультразвуке. Конечно, я буду говорить о вопросах терминологии. И почему об ультразвуке? Потому что действительно, эта модальность самая первая, с которой сталкиваются, как правило, и пациенты, и, соответственно, врачи-нефрологи или урологи различных направленностей, как детские, так и взрослые. Напомню, что когда мы говорим о гидронефрозе, плавно перетекаем из предыдущей секции, порог, возникающий на этапе развития постоянной почки, задержка мочи, которая формируется, вызывает ишемию, постепенную атрофию почечной паренхемы. Но первоначально есть так называемая рабочая мышечная гипертрофия лоханки, которую можно диагностировать в том числе и антинатального плода. Вот это пиелоктазия, пиелокаликоэктазия и уже терминальная степень гидронефроза может быть определена антинатальной. Собственно, эти пациенты уже в детском возрасте приходят на прием, на скрининговое обследование. Причины здесь изложены. В красном выделены причины врожденного характера, причины гидронефротического изменения почки. И все их, безусловно, вы знаете, эти схемы вам знакомы, исход абсолютно один. Как ультразвуковая, так и рентгенологическая, так и компьютерно-томографическая магнитно-резонансная картина здесь будет одна. Расширение лоханки или в той или иной степени расширение присоединяющихся чашек и изменение состояния паренхемы. В настоящее время в ультразвуковой диагностике используются термины, которые описывают расширение чашечно-лоханочной системы. Расширение лоханки, расширение чашек, изолированное либо сочетание с изменениями лоханки, расширение мочеточника до уретроэктазии, либо мегауретера. Ну и, собственно, это вы можете видеть на представленных хохограммах, пилокаликоэктазия, терминальная стадия практически гидронефроза и мегауретера. Расширение чашечно-лоханочной системы, об этом сейчас говорила Елена Владимировна Синельникова, может быть как физиологическим, так и патологическим. Именно поэтому есть такое понятие, как транзиторный, повторюсь, гидронефроз, который выявляется в 80% плодов и проходит в течение первого года жизни. И вот это отчасти, наверное, ультразвуковая гипердиагностика, она имеет место в нашей жизни. И обращаю ваше внимание, что патологические процессы, патологическое расширение чашечно-лоханочной системы, сейчас будем пользоваться этим термином, может быть как при ситуациях обструктивных, в том числе при воспалительных, при острых хронических процессах. При патологических процессах, которые сопровождаются полиурией, острая хроническая почечная недостаточность за счет объемной дилетации тоже может приводить к атрофическим, патологическим изменениям чашечно-лоханочной паренхемы. Небольшой такой слайд по детям первого года жизни. В принципе, мочеводящая система у ребенка переживает транзиторное состояние, как и весь организм. И если, скажем, есть определенные критерии для мочекислого инфаркта новорожденных, определенные в пределах дней некоторых, желтухи новорожденных, то транзиторная пилэктазия новорожденных как таковой нет. Ее не называют, не определяют. Физиологическая пилэктазия имеет место быть, она бывает достаточно часто. И причины ее, к сожалению, четко не определены. Те факторы, которые могут на это влиять, здесь приведены. Это и избыток прогестерона, и хроническая гипоксия плода, тоже часто встречающаяся ситуация. Периферический сосудистый спазм, нарушение венозного оттока, поперечное положение. Эластичность мочеводительной системы в процессе созревания. И вот эта повышенная эластичность как раз может дать ситуацию псевдовизуализации пилэктазии. Нормативные и хографические размеры, об этом говорилось уже очень много. Я привожу данные, которые были опубликованы в журнале Европейского радиологического общества в 2008 году. Новорожденная норма до 5 мм. Может использоваться термин, в том числе гипотония и атония лоханки. Этот термин одно время широко имел хождение в ультразвуковых крудах. Сейчас он встречается реже, но тем не менее это тоже возможно. Опять же, по этому положению, по этой статье, это были рекомендации по выполнению ультразвукового исследования у детей. Пилэктазия у детей раннего возраста без клинических лабораторных данных воспалительного процесса является функциональным состоянием. То, что все только что говорил Игорь Борисович Осипов, оно не требует оперативного вмешательства. Ну и есть варианты изменения лоханки, других нормативов при внепочечном и смешанном ее типе. Именно поэтому в ультразвуковых заключениях корректно указывать тип лоханки. Внутрипочечный, внепочечный, либо смешанный. Как мы лоханку измеряем? Очень часто в ультразвуковых заключениях фигурирует так называемое понятие лоханочного эха. Что это? Как правило, это продольно измеряемый размер лоханки и перпендикуляр к нему. Ну вот такая ситуация. Расширена черченолоханочная система, расширен прелоханочный отдел мочеточника. Где измерять? Там, где более широко или в воротах почки? Непонятно, да? Ребенок в 7 дней, чашки, сохранные шейки, расширенная лоханка. Ситуация достаточно редкой визуализации непосредственно стеноза пилорутрального сегмента. Как мерить? В настоящее время единственным измерением, которое считается правильным, это передний-задний размер лоханки в поперечном скане почки на уровне ворот почки. Только так и никак больше. Более того, по всем последним рекомендациям имеет значение, да, величина этого переднего-заднего размера, но не имеет значения величина чашек. Хотя мы очень любим их описывать. О этих классификациях, кто был на первой секции, говорилось достаточно много. Их огромное количество. Вот это приведена классификация неонатального гидронефроза. Опять же, педиатрическая радиология. 2008 год, Микаэл Рикабона. Классификация Лопаткина, всем вам известная, выделяющая первичный и вторичный гидронефроз. И возможность асептического и инфицированного гидронефроза, и в том и в другом случае. Течение из трех степеней. Классификация общества фитальной урологии. Классификация Лопаткина, выделяет пять. Нефротический. И, наконец, ультразвуковая классификация, в которой фигурируют три степени. Классификаций много. Нет единообразия. Нет определенной какой-то системы, честно говоря. Еще проблема в том, что термин гидронефроз врачами ультразвуковой диагностики, рентгенологами используется очень часто при малых расширениях полостной системы. При всех ситуациях расширения полостной системы. С другой стороны, есть урологи, которые считают, что гидронефроз – это только врожденная аномалия. Вот это разный взгляд на проблему клинических специалистов и врачей лучевой диагностики. Расширение – динамический процесс, который зависит от степени наполнения мочевого пузыря, от гидротации, от эластичности стенки лоханки. И, повторюсь, обязательно указывать объем мочевого пузыря, при котором измерен был передний-задний размер. Ну и помним о том, что дилетация мочевых путей – это не всегда наличие пузырно-мочеточникового рефлекса, хотя достаточно часто. Вопросов, как вы видите, достаточно много. И результатом явился мультидисциплинарный консенсус 2014 года, достаточно давно, в котором приняли участие большое количество обществ, радиологии, педиатрической радиологии, урологии, фитальной урологии и так далее. Все они здесь перечислены. Публикован он был в журнале педиатрической радиологии. Задача – стандартизировать ультразвуковое описание расширения мочевых путей пренатально и постнатально, стандартизировать процесс поднатального наблюдения соответственно ультразвуковым критериям. Вот последнее как раз и озвучивала Елена Владимировна в предыдущем докладе на секции, когда в зависимости от выявления степени изменения при расширении мочевых путей пациент стадируется его наблюдения. Что в консенсусе главное? Предложена система классификации расширения мочевых путей, основанная на шести критериях. Основные из них – передний и задний размер лоханки, расширение чашек, толщина почечной паренхемы, выраженность кортикомедулярной дифференцировки и наличие или отсутствие аномалий мочевого пузыря и мочеточника. Измеряется только передний и задний размер лоханки в поперечном скане, не имеет значения величина расширения чаш. Термины пиэлоктазия и пиэлокалькоэктазия заменяются на единый термин – расширение верхних мочевых путей. Как руководствоваться этими параметрами? Размер лоханки в миллиметрах, расширение чашек. Отмечается расширенно-нерасширенно, значение не имеет их величина, хотя, повторюсь, мы любим их измерять. Толщина паренхемы – норма, не норма. Субъективный показатель, потому как, если будет расширение, например, полостной системы, неравномерно будет толщина паренхемы по латеральному контуру, например, в верхнем полюсе. Поэтому измеряем там, где меньше. С одной стороны, с другой стороны четко прописана средняя треть латерального контура почки. Куртикомедлярная дифференцировка сохранена или нет? Эхогенность. Мочеточник расширен, если расширен, то на каком протяжении и в каких отделах. Мочевой пузырь по объему сколько? Оценка толщины стенки, наличие рутроцели, расширение дистальных отделов. Все. Вот эти параметры должны быть использованы для обязательного описания расширения верхних мочевых путей. Передний-задний размер лоханки, состояние мочевого пузыря, толщина стенки, наличие кистозных элементов описывается в лоханке, если они имеют место. Измеряется паренхема по латеральному контуру над чашами, в данном случае расширенными, практически при отсутствии шеек. Как я уже говорила на предыдущей секции, докторография не фигурирует в характеристиках описания расширения мочевых путей. Сравнение классификации. Здесь приведена классификация с фитального общества, вернее, общества фитальных урологов. Актернативная классификация ОНОНа с 7-го года и 16-го, радиологическая и ультразвуковая. И вот на этом я немного остановлюсь. Предложенная классификация в 2016 году и модификация 2020 стадируют на 4 степени. Изолированное расширение лоханки больше нормы. Обратите внимание, величина лоханки не имеет значения, просто больше нормы. Но, тем не менее, размер мы оцениваем. Вторая расширение лоханка и некоторое расширение чашек. Толщина паренхема не изменена. Третья. Присоединяется изменение, уменьшение толщины медулярного слоя. Плохая визуализация пирамид. И общая толщина паренхемы для антинатального периода здесь описана. Размер лоханки почему значения не имеет? Потому что он и так расширен, она больше норматива. Ну и четвертое. Собственно, уже отсутствие медулярного слоя, истончение кортикального и отсутствие кортикомедулярной дифференцировки. Для любителей английского языка привожу оригинал. И вот этот слайд я уже показывала на предыдущей секции. Однако повторюсь, пациенту 3 месяца. Расширена лоханка передний и задний размер 15 мм. Частичная сохранность медулярного слоя. Единичная пирамида мы все-таки визуализируем. Корковый слой истончен. По латеральному контуру 4 мм. Нечеткая кортикомедулярная дифференцировка. Мочеточник на всем протяжении. На фоне поражненного мочевого пузыря дистальный отдел его до 1 см. И есть изменения, сопутствующие на уровне ствола и дуговых артерий. У артерогидронефроз 2-3 степени. Другой пациент 7-летнего возраста. Расширены лоханки и чашки удвоенной почки. Отсутствие практически медулярного слоя. Толщина паренхема до 3 мм. И повышение резистивности кровотока на уровне ствола за счет именно сдавления, расширенной лоханкой. Согласно консенсусу, что у нас получается? Термины, которые мы применяли, пиэлэктазия, каликоэктазия, предлагаются заменить на расширение верхних мочевых путей. И вот здесь есть ремарка. Поскольку указывается, что это может быть распространено не только на эхографию, но в том числе и на рентгеновские методы исследования. Отказ от термина гидронефротическая трансформация, который мы применяли в различных ситуациях. Разграничение термина гидронефроз врожденный. Все остальное – расширение мочевых путей. И обязательные компоненты, описание которых я говорила. Передний и задний размер лоханки. Наличие и отсутствие расширения чаш. Толщина паренхема, состояние кортикомедулярной дифференцировки. Описание мочеточника. Ну и еще в консенсусе был прописан порядок наблюдения пациентов в зависимости от выраженности изменений. Благодарю за внимание и анонсирую конференцию, которую ежегодно проводит консультативно-диагностический центр для детей. В этом году она пройдет 27 мая в отеле Холидеин «Московские ворота». Приглашаю в том числе и на это мероприятие. С одной стороны, все мы можем уверенно сказать, что ангиомиолипома – такая легкая опухоль для диагностики. С другой стороны, все, кто сталкивался с ангиомиолипомами и с низким содержанием жира, знают, что она чрезвычайно сложна. Поэтому диагностика, дифференциальная диагностика ангиомиолипома, как у детей, так взрослых. В общем, интересная и актуальная тема. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые председатели. Позвольте представить вашему вниманию доклад, который уже анонсировала Ирина Анатольевна. Итак, я хочу начать немножко так необычно. Это взрослая пациентка, которую привезли во взрослую клинику Ступинской больницы, где работает наша аспирантка бывшая, которая уже защитила диссертацию и стала там заведующей. И она мне прислала это видео, как лаборант снимает вот эту картину в динамике и кричит, доктор, доктор, что это такое, где же почка? На самом деле, почки абсолютно бесструктурные, измененные из левой почки. Не разобрались тогда сразу, исходит опухоль с жировыми включениями. И по тяжести состояния этой женщины были сделаны только КТ без контраста, потому что у нее зашкаливал креатинин. Это женщина с глубокой умственной отсталостью, с нарушением поведения. Она с симптоматической эпилепсией. Ей в 20 лет, в ее интернате, был поставлен диагноз туберозный склероз, болезнь Пурнавиле-Прингля. Множественно, по такому признаку, как ангиофибромы лица и шеи. То есть не обследована она была совершенно, и только дерматолог поставил этот диагноз. Ей оказали помощь, конечно, палеотивную, было кровотечение из этой опухоли. В общем, болезнь у нее пришла из детства, почему я с нее начала. Вот ангиомиолипома почки, она самая распространенная, доброкачественная опухоль. И значительное преобладание женщин отмечается. Она может быть спорадическая, 20%, и в 20% на фоне туберозного склероза и туберозного комплекса развивается. И значительно реже при других синдромах генетических. И важна ее особенность, это склонность к спонтанным кровотечениям, которые могут привести к летальному исходу, как и было в случае с той пациенткой. Крайне редко она может приобретать злокачественные черты. Вот сюда, сюда, сюда. А почему она не движется? В 36 случаях в этих опухолях зафиксировано... Положительная экспрессия к рецепторам прогестерона и эстрогена. И этим объясняется увеличение числа случаев в период полового созревания и при беременности. То есть спонтанные случаи у детей встречаются как раз в период пубертатный. Они попадают к нам. Большинство ангемиолепом содержит все три компонента. Это типичный вариант. Это клетки сосудистого происхождения, мышечного и эпитериального. И жировые клетки. Симптомы одиночных ангемиолепом, которые превышают 4 см в диаметре, выявляются 83% больных. Как и все опухоли почек, они проявляются болью в боку, гематурией, слабостью, проявлением анемии. И часто опухоль дебютирует за брюшином или, как я уже говорила, натрепочным кровотечением. И, к сожалению, в настоящее время только иногда бывает, что на УЗИ, МРТ или РКТ к артене впервые ставится диагноз туберозного склероза ребенку. У нас тоже было несколько таких случаев, когда приходили дети. Причем это мозаичное, как я вам скажу, проявление этого заболевания. Приходили дети, когда мы смотрим на их почки и видим множественные ангемиолепомы и кисты в обеих почках мелкие. И говорим, а можно на твое личико посмотреть? И на лице видим характерные проявления. Так вот, эта болезнь является генетически детерминированной. И около 80%, но не все, вызваны мутациями в генах-супрессорах, которые кодируют такие белки, как гамартина, туберин. Было сообщено Реклингаузином, Бурнавиллем, Прингом, уже давно описано. Каждый описывал свою патологию. В мире около миллиона больных туберозным склерозом. Частота в популяции составляет 1 на 10 тысяч. В России расчетное количество около 10 тысяч. И у 70% больных выявляют ангиомиолепома почек. Это очень характерный признак. Как я уже сказала, они бывают билатеральными, множественными, часто сочетаются с мелкими кистами. Патология почек занимает второе место после неврологических проявлений по частоте смертельных исходов и осложнений. И вот какие же признаки, а дальше уже перейдем к нашим любимым картинкам. Значит, большие признаки вот эти ангиофибромы лица, гипопигментные пятна на коже, оклоноктевые фибромы, множественные гомардомы сетчатки, которые приходят дифференцировать с ретинобластомой, в частности детской опухоли. И вот эти вот корковые дисплазии или туберы, или туберсы, как раньше называли, от слова тубер, бугор или клубень. Я специально не стала покасаться здесь МРТ-картины, потому что там типичная картина, очень характерная, и об этом отдельный разговор. Они развиваются, вот эти вот глионы, рональные гомардомы. Также субомиздима, эпидемальные узлы видны, и гигантоклеточина астроцитома. Рабдомиомы сердца у многих детей обнаруживаются при рождении. Кстати, они потом могут подвергаться регрессии спонтанной. И множественные ангимилипомы почки. Вот вы видите малые проявления, которые здесь у меня перечислены. И как мы их выявляем? Во-первых, на маленькие и большие сейчас разделим, до 4 см и более 4 см, и везде есть жир. При УЗИ жир мы знаем, что он гиперхогенный и рассеивает ультозвук. Иногда оставляет дистальную тень. РКТ – это гипотинсивные участки, минус 20 единиц хаунсфилда. В очень мелких участках иногда трудно бывает их найти. В МРТ стандартный режим. Т2 – взвешенное изображение с подавлением сигнала от жировой ткани. И режим синфазного и противофазного изображения. Потом покажу. Он помогает нам помочь в мелких опухолях находить эти включения. И они могут быть жировые включения также и при раке почек, и при нефробластомах, при светлоклеточных саркомах, и тератомах почки. Итак, первый этап – это ультразвуковая диагностика. Вот такие опухоли наверняка у женщин в среднем 40 лет выявляются, видели почти все врачи ультразвуковой диагностики. Меньше 4 см их надо просто наблюдать. А вот когда уже такие опухоли гипоэхогенные с множественной неправильной формы, такими причудливыми включениями, это вот одна почка в двух проекциях, или вот с такими гипоэхогенными включениями, их уже надо, конечно, направлять на обследование к неврологам, на дальнейшее рентгеновское обследование. Я хочу показать, вот это наше старое наблюдение, когда ребенок поступил с такой гигантской опухоль, практически одна только опухоль видна, и вот с этими гипоэхогенными включениями. Вот как она выглядела, чтобы вам себе представлять, с кровотечением на операционный материал, как выглядела. Далее, тоже гигантская ангемия милипома, через брюшную стенку практически мы видим, вот ее она сама с множественными включениями, и вот она при артериальной фазе, при панхематозной фазе, здесь видно, как она выходит за границы капсулы, разрывает ее, ребенок тоже прооперирован, случай морфологически верифицирован. Этот случай девочки, совсем тоже недавняя находка, поскольку она не совсем брошенная в интернате, она с мамой, и тоже она была не обследована. Инвалид детства, эпилептик, лечат, как-то компенсируют, МРТ головного мозга не делают, и боли в боку. Случайная находка при ультразвуковом исследовании в 15 лет. Мы видим при ультразвуке характерные гиперохогенные мелкие включения, множественные. Это у нас ангемия милипома, не знаю, как там видно, и большая опухоль, относительно большая определяется. И при ультразвуке в печени тоже мы видим ангемия милипома. Этот же ребенок мы видим тоже при нативном исследовании, из-за интенсивного образования неоднородного, накапливает контрастный препарат довольно-таки слабо. И вот это же образование, которое я вам показывала, в печени. То есть в общем диагноз сразу понятен, что у нее туберозный склероз. Самое главное, что сейчас это лечат, и их так бросать нельзя. Это ангемия милипома у нас при магнитно-резонансной томографии, тоже на фоне туберозного склероза. Т2 и Т2 с жироподавлением мы видим вот эти гипоинтенсивные участки в опухоли. Опухоль ограничивает диффузию, в общем-то истинное ограничение диффузии. И далее Т1-пре-контрастное исследование. Вот оно как накапливает контрастный препарат, тоже неравномерно. В образованиях в кистах не накапливает контрастный препарат, а в жировом компоненте неравномерно. Это режим in-out-of-face, где подчеркивается граница между жиром и нежиром. Тут маленькие образования, тут гиперинтенсивные, а при out-of-face они становятся гипоинтенсивными. Это подтверждает нам, что это такие жировые включения. Этот же ребенок, его УЗИ в крупном варианте мы видим режим с жироподавлением, это два, и жировые включения, и жировое включение ангиомилипом в другой почке видим, и кисты. Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз приходится проводить по ультразвуку с гиперинтенсивными опухолями. Это может быть у взрослых детей рак. Но нам тут помогают вот эти вот кальцинатики, которые встречаются. У гистологов тоже есть проблемы, но они их разрешают с помощью иммуногистохимии. Далее, где еще бывают жировые включения, просто вам напомнить. Это билатеральная нефробластома, и вот в узлах билатеральной нефробластомы тоже около 10% могут встречаться жировые включения. Это интралабулярный нефробластоматоз в артериальную фазу. Мы видим вот здесь включения мелкие. Это нефробластоматоз. Там есть свои... это долго рассказывать. Далее. И светлоклеточная саркома, в ней тоже вот жировое включение при ультразвуковом исследовании. Вот сама опухоль, и в ней мощное жировое включение. То есть, ну, в принципе, у ангиомелепом, конечно, довольно-таки типичная картина. Ну, еще вот мы старый случай, в котором были жировые мощные включения. Это тератома почки у ребенка полутора месяцев, большие кисты, опухоль огромных размеров, 140-110 миллиметров в диаметре с большими кистами. Вот с этими деструктурными жировыми включениями при КТ мы видим гиподензивные включения из зуба здесь. И на разрезе это полностью подтвердилось. Это доброкачественная была тератома. Ну, ее довольно-таки легко, конечно, тоже отличить по характерным признакам. И таким образом, еще раз я просто хочу повторить, что, значит, в первом десятилетии жизни, обычно после 4 лет, вот эти вот ангиомелепомы множественные возникают у детей с туберозным склерозом. Они мелкие, множественные, вместе с кистами очень часто бывают. И необходим регулярный мониторинг. И, значит, при выявлении такой картины мы, конечно, его должны направлять к генетику, неврологу, проводить и МРТ головного мозга, и обследование, и лечение у дерматолога. И в настоящее время есть ряд препаратов, которые им помогают. В частности, вот ингибитор МТОР и Виролимус, он затормаживает рост, астроцитом, и ангиомелепом, и ангиофибром, ангиолепом в почках, ангиофибром лица. Что для больных очень важно, конечно же. Ну и вот, а солитарные, спонтанные ангиомелепомы, которые склонны к разрыву, они возникают чаще во втором десятилетии жизни. Лечение может быть разное. Эмболизация, если вовремя это все диагностировали. Резекция почки с опухолем. Но, к сожалению, в наших случаях почти везде были нефректомии, или мы их оставляли под наблюдением. Таким образом, ну и вот диагноз у взрослых детей проводится с починоклеточным раком. Спасибо за внимание большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Тамара Рамитовна сделает клиническое наблюдение, очень интересное, редкое. Я очень его предвкушала. Анонсировали в него. Дело в том, что вот в лечении этого ребенка, которого я сейчас буду... Вот не хочет двигаться. Или сюда, наверное. Давайте, может, вы заведете начало. В лечении этого ребенка, о котором я буду говорить, принимало участие практически весь наш институт детской онкологии. Потому что это внепочечная, неэктодермальная опухоль или саркома Юинга. Принимали участие и специалисты, которые лечат опухоли саркомы, то есть костно-мышечной системы. И абдоминальные хирурги, естественно, химиотерапевты. Естественно, наш директор Варфоломеева, Светлана Рафаэльна, все это курировала. Потому что с самого начала начались такие моменты интересные. Ребенок там был консультирован по телемедицине и с диагнозом условным нефробластома был к нам направлен. Несколько недель назад, точно трудно узнать, она упала на детской площадке. Скорее всего, это просто как всегда. Потом вспоминают какую-то травму, и у нее появилась хромота. Травматолог расценил это как, часто бывает при саркомах Юинга, конечности всего, расценил это как поражение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава. И состояние ребенка продолжало ухудшаться. Боли в нижних конечностях появились, субфибрилитет, снижение массы тела. И при повторном обращении уже ребенку сделали КТ из живота, и брюшной полости с захватом. И увидели, что в правых отделах забрюшинного пространства с переходом за среднюю линию, сейчас вам покажу, предположительно исходящие из почки, было выявлено многоузловое образование. Размерами вы видите, какими 15-13 на 20 у 10-летнего ребенка. Она была неоднородная, с кальцинацией. И было отмечено об известлении в просвете правой почечной вены и нижней полой вены. Надо сказать, что мы не сразу поняли, что это там. И она инвазировала нижние отделы правой доли печени. И вот какая была у нас картина при РКТ. Натив, артериальная, венозная и выделительная фазы. В проекции почки мы видим образование больших размеров с кальцинацией, который довольно-таки слабо накапливает контрастный препарат во все фазы. И вот видели такое отложение, такое кальция довольно-таки странной формы. И, в общем, не сразу пришла мысль о том, что этот тромб в нижней полой вены так закальцинировался. Но, значит, при УЗИ практически я не представляю первичных ультразвуковых исследований, потому что это была просто какая-то опухоль беструктурная с большими очень кальцинатами. Мы сказали, что это может быть, ну, во-первых, нейробластома, в которой кальцинаты бывают, и, во-вторых, светлоклеточная саркома, которая дает метастазы в кости. Потому что, как выяснилось, еще и деструкция костей таза с левой стороны. Значит, при КТ грудной полости были выявлены множественные мелкие метастазы. Вы их тут видите. Очаги, скажем так, сначала, а потом, конечно, появились метастазы. Далее, значит, вот отмечена деструкция с формированием вне костного компонента. Тел подвздошный, лонный и седалищных костей. Вне костный компонент довольно-таки большой, он толщиной почти 3 сантиметра. Он распространялся как в полость таза, так и в области забедренного сустава. Вот такое растяжение связок было поставлено травматологам. Очень часто травматологи отпускают детей. И вот, ничего-ничего, у вас растяжение. Далее. Для оценки распространенности процесса еще была проведена ПЭТ-КТ в тортозокси глюкозы. И она показала еще, кроме вот этих выявленных очагов, еще и поражение такое, нескольких позвонков там накопления контраста. Что же мы предположили? Вот светлоклеточную саркому, которая характерна метастаза в кости, нейробластому, право на почечника с инвазией в почку и в печень, для которой характерна кальцинация тоже и метастазы в кости. Нейроноспецифическая аналаза, это специфический такой индикатор, при нейробластоме, в частности, он был повышен. И для исключения нейробластомы было выполнено радиоизотопное исследование со специфическим индикатором метил-йод-бензин-гуанидином. Но накопление отсутствовало. Значит, таким образом, нам подсказка, что нейробластомы нет. Но все-таки, поскольку непонятно, что и как лечить, и с целью морфологической верификации была сделана лапаротомия и открытая биопсия. И был выставлен диагноз нескелетная саркома Юинга почки по комплексному обследованию, включая, естественно, гистологию, иммуногистохимию, молекулярную генетику. Ребенку начали лечение. В процессе лечения мы смогли все-таки сделать ультразвуковое исследование, хотя бы потому, что немножко сократилась опухоль. Вот эта почка, а в ней вот такие безструктурные включения. И вот, видимо, это проходит почечная вена среди метастатических измененных лимфоузлов. Потому что предположить, вот здесь, конечно, мы предположили по КТ, что все-таки здесь, конечно, метастазы есть. Что вот здесь, по-видимому, да, не хочет показывать. Только по порядку. Назад лучше не буду возвращаться, больше все. Только вперед. Далее. Значит, это поражение, прорастание в печень узлов опухоли. А это поперечный срез в том месте, где должна быть нижняя полая вена диаметром 22 см. 2 мм, кальцинат и тень. Ну вот, у нас есть такая опция на аппарате. Fusion, КТ и УЗИ. Мы пытались это сделать, но, в общем, все равно лучше получалось, если у нас сейчас запустится. Вы не можете запустить, как мы с вами договорились? Или могу, вот, вот появилось там. Или в конце. Просто, чтобы представить, как это все, очень хорошо видео. И у нас нужно записать диск КТ или МРТ. И далее ребенок укладывается и синхронизируется ультразвуковое исследование. Вот вы видите сейчас, как я. Это я ультразвуковым датчиком провожу по ребенку от мечевидного отростка до малого. Давайте посмотрим. И вот видите, там ультразвуковое исследование накладывается, но оно не такое значимое здесь. И мы видим, как нижняя полая вена выходит в... Почечная вена правая выходит в нижнюю полую вену, и она вся кальцинирована. Вот видите. Четко, по-моему, видно. Ну, тогда вернемся к нашему продолжению. Хорошо? Немножко осталось. Далее. Значит, сначала ребенку провели на дивантную химиотерапию, потом при лечении покажу. И видите, опухоль сократилась просто колоссально. В объеме на 94%. Сохранялся вот этот вот кальцинат в проекции... Не в проекции, а в нижней полой вене. И в почечной вене. Выраженная положительная динамика тоже состояние костей таза. Исчез вне костный компонент. Вот он запаковался тут в скорлупу переостальную. Далее, после пяти курсов успешной химиотерапии, был проведен хирургический этап. Вот посмотрите. Это вот этот вот кальцинат. Кальцинат просто камень. Это каменный вот этот вот тромб, который прилежит. Это опухоли. Гистологическое исследование материала нам дало то, что признаки четвертой степени лечебного патоморфоза, то есть очень хорошие. Кальцинаты, ксантомные клетки, фиброзная ткань, опухолевых клеток уже не было. Далее. Ребенка лечили довольно-таки интенсивно. Как вы видите, значит, комфортная терапия, лучевая терапия была на брюшную полость. Дали высокодозная химиотерапия с последующей аутотрансплантацией. И дальше было проведено крупнопольное облучение легких. И сейчас он наблюдается в течение 20 месяцев. Девочка наблюдается, чувствует себя, слава богу, хорошо. Безрецидивная пока у нас и бессобытийная выживаемость. И просто два слова. Видите, саркома Юнга до сих пор мы ее знаем прекрасно, но мы не знаем, откуда она происходит. Потому что есть три гипотезы. Потому что она чаще всего возникает из костного мозга, она растет, чаще в плоских костях. А вот что там может быть происхождением, пока дискутируют. Или остеохондрогенные стволовые клетки, или мезонхимальные стволовые клетки и так далее. И клиническая картина классическая при всех опухолях почки. И используют, естественно, комплекс ИГХ и молекулярно-генетические. Но они тоже, кстати, не все всегда у нас специфичны. И в данной ситуации, в общем, дискутировали очень долго насчет того, что же было первично, поражение костей с дальнейшим метастазированием в почку. Или наоборот. Я лично считаю, что первично была поражена почка. Вот. В общем, готовится большая статья с участием практически всех наших сотрудников. Спасибо за внимание. Совершенно эксклюзивное случае наблюдений. Коллеги, есть какие-то вопросы? Тогда спасибо. Мы переходим к следующему докладу. Это Ушков Алексей Дмитриевич. Лучевая диагностика туберкулеза почек и мочеводящих путей. Я добавлю, что это будет чудесный дуэт. Дуэт уролога и рентгенолога. И это будут освещены, насколько я знаю, а я знаю, очень сложные диагностические вопросы туберкулеза почки. Добрый день, коллеги. Я очень сильно сомневаюсь, что мы внесем сейчас ясность в терминологию, понимание какого-то единства подходов терминов в этой теме. Она в большинстве случаев наоборот наводит только к больше путанице. Но так или иначе. В начале доклада я хочу сразу передать слово Ане Андреевне, нашему врачу-урологу. И она скажет несколько слов о актуальности этой темы. Добрый день. Следующий слайд. Урогенитальный туберкулез – это на данный момент нечасто встречающееся заболевание в России. И оно занимает второе место в форме туберкулеза. Однако стоит отметить, что диагностический интервал у каждого пятого пациента составляет более пяти лет. Что это значит? Это значит, что с момента появления первых симптомов до постановки диагноза туберкулез проходит более пяти лет. Соответственно, у пациента появляются серьезные осложнения, инвалидизирующие, а также ухудшающие качество жизни, которые могут привести к летальному исходу. Это, конечно, хроническая болезнь почки, это формирование гидронефротической трансформации почек и, естественно, микроцистис. В основном формируются деструктивные формы. Мы, как врачи-урологи, часто видим именно данные формы, которые требуют хирургического вмешательства. Следующий слайд. В принципе, нужно помнить, что урогенитальный туберкулез всегда вторичен по отношению к легочному туберкулезу. Гематогенным путем микобактериум туберкулезис попадает в ткань почки, поражается сначала корковое вещество, затем мозговое вещество почки, и затем микобактерия попадает в мочу и поражается уротелия. Уротелия высланы верхние мочевые пути и также мочевой пузырь. Соответственно, нужно помнить, что туберкулез изолированного мочеточника или мочевого пузыря практически никогда не встречается. На данном слайде перечислены основные методы лучевой диагностики, которые мы будем использовать для обследования пациента с подозрением в целом на патологию мочеводящей системы, на туберкулез в частности. Первый метод, метод первичной диагностики является УЗИ. Этот метод обычно назначается в первую очередь пациентам с дезюреей и с другими признаками патологии мочеводящей системы. Ну и также этот метод всегда входит в комплекс обследования пациента с туберкулезом в любой локализации. Используется также при наблюдении за пациентом, наблюдении за этими изменениями в динамике. Если мы что-то выявляем на УЗИ, после УЗИ мы направляем пациента, как правило, на мультифазную компьютер-томографию с внутривенным контрастированием. Ну или сразу направляем пациента на КТ с контрастированием. Этот метод является всеобъемлющим в плане набора информации, диагностической информации, которая нам позволяет достаточно объективно судить о структурных изменениях параленхема почки, о структурных изменениях мочеводящих путей. Он позволит нам уже каким-то образом интерпретировать эти изменения, предположить диагностический ряд, оценить функцию почки, оценить распространенность и так далее. Причем этот метод для нас, конечно, метод выбора, который позволяет нам максимально полно проанализировать патологические изменения и приблизиться к правильному диагнозу. Также в диагностике продолжают использоваться другие рентгенографические методы с контрастированием, такие как, например, экстриторная урография, менее часто, но так или иначе метод тоже имеет свою ценность в выявлении, например, более тонких признаков попелита, некротического попелита, изменения стенки уротеля, мочеводящих путей для визуализации структур, ну и функции почки. Но на самом деле на данном этапе развития технологии КТ с контрастированным в принципе имеет все возможности, чтобы этот метод по сути заменить уже. Также более узкие задачи может выполнять ретроградная, интеградная уротерапилография, цистография, которые могут ответить на совместно с урологом, который нам помогает в этой процедуре, на вопросы, касающиеся локализации структур, протяженности их, наличие рефлюксов. МРТ, да, еще один очень ценный информативный метод морфологической оценки изменений почек, окружающих структур, органов и так далее, который в принципе по ценности сопоставим с КТ, но имеет очевидные свои ограничения, связанные с ценой, длительностью, с меньшей переносимостью этого метода, с некоторыми противопоказаниями, с большими требованиями техническими к визуализации мочеводящих путей. Но так этот метод тоже может быть методом выбора в следующих ситуациях. Это невозможно выполнить КТ-сконтрастирование по причине непереносимости ее содержащих контрастных препаратов. Это пациенты с почечной недостаточностью, когда КТ-МРТ-сконтрастирование невозможно выполнить, но МРТ-бесконтрастирование будет более информативным. Ну, это беременные, естественно. У детей может быть как метод выбора для уменьшения вычевой нагрузки. И в ситуациях, когда мы не получили достаточно диагностических данных на УЗИ и КТ, МРТ можно добавить для получения дополнительных данных, для того, чтобы как-то более точно судить о диагнозе. Работая с изображениями, описывая пациента, мы часто обращаемся за помощью еще клинической картине, которая нам иногда в ряде случаев может помочь в принятии решения, какой-то диагноз, в принятии решения, к чему больше склониться. Но туберкулез здесь исключение, так как на ранних стадиях клинические симптомы могут вообще отсутствовать. А если они есть, они очень скудные и в принципе вообще не специфичные. Они, те же самые симптомы, встречаются при других заболеваниях. С другой стороны, радиологические симптомы, которые мы будем выявлять при туберкулезе, они могут быть очень схожи симптомами других заболеваний. То есть это создает серьезные сложности в диофициальной диагностике, возможности поставить этот диагноз, вот работая с пациентом первый раз, собирая первый раз какую-то информацию про него. И это приводит к тому, что диагноз туберкулеза почек мочеводящих путей ставится не сразу, а спустя какое-то время, иногда очень длительное, после получения пациента какой-то неспецифической терапии, которая оказывается неэффективной. Ну и мы начинаем искать другой диагноз. Также здесь стоит сказать, что в урологической практике также часто используются антибиотики, которые также могут обладать действием на микобактерию туберкулеза, тофта, вторхинолоны. И при их длительном применении создается сложная ситуация, когда мы после курсов этих антибиотиков уже можем не получить информативную, ну не получить верификацию бактериологическим и ПЦР диагностикой, так как бактерии уже меньше и концентрация уменьшилась в тканях, их выделить уже гораздо труднее. В дальнейшем мы будем обсуждать следующие темы, это туберкулез, семиотика туберкулеза Паренхемии, чашечная лохадная система почек, туберкулез мочеточника и туберкулез мочевого пузыря и их осложнения. Туберкулез, ну начнем с туберкулеза почек, нефотуберкулез, он имеет некоторую стадийность, которая заложена в клинических рекомендациях современных, наших национальных. Это стадии, которые начинаются с недеструктивной формы, когда формируются гранулеумы в Паренхеме, они сменяются, начинающиеся с деструкции, с деструктивного папилита, с деструкции Паренхемы, все это переходит в образование каверн и при прогрессировании образуется поликавернос в четвертой стадии. Также в ранее существующих классификациях тоже имелась стадия постуберкулезных изменений, постуберкулезный пирилонефрит, который, по сути, означает, что сформировался выраженный нефросклероз вплоть до ауто-нефроктомии, о которой я скажу позже, что это такое. Но для нас, для генгенологов, важно не эта классификация, она больше клинико-морфологическая, нам нужно клинициз, чтобы поставить диагноз. Нам важно констатировать, описывать конкретные патологические паттерны, патологические изменения Паренхемы, которые в своем сочетании могут говорить о туберкулезе, то есть наличие очагов, которые характеризуют гранулемы деструктивного поражения, оценивать распространенность этих деструктивных поражений, где они локализуются, насколько распространены по почке, а также оценивать поражение полостной системы. Но в первую очередь наличие структур. Начнем с первой стадии, с недеструктивной формы, когда почки появляются гранулемы. Они выглядят как гиповаскулярные очаги в почке, единичные и множественные, они могут быть более очерченной контурой, иметь нечеткие контуры при более выраженном перифокальном отеке воспалительном, тогда они могут сочетаться с нарушением кортикомедулярной дифференцировки. Когда мы встречаемся с этими признаками вот так вот изолированно, без сочетания с другими признаками, без анамнеза, без каких-то дополнительных данных, естественно, мы вряд ли, мы почти наверняка не подумаем о туберкулезе. Мы будем думать, допустим, о нефрите, если это участок с нечеткими контурами, с нарушением периференцировки, может быть даже с какой-то клиникой, или может быть даже в отношении опухоли, подумаем, в первичной или вторичной. Естественно, пациент будет вестись с этими диагнозами дальше, ну и подозрение от туберкулеза скорее сложится, когда терапия будет неэффективна, и когда эти изменения перейдут в другую деструктивную форму динамики. Если на этой стадии, на стадии недеструктивных изменений, процесс не прогрессирует, он останавливается, и происходит разрешение, на месте гранулема могут формироваться рубцы, но в них ничего специфичного нет, они такие же, как при других процессах, которые могут вызывать рубцевые изменения. Ну и более специфичные изменения, кальцинаты, которые могут нам позволить судить о том, что, возможно, был и туберкулезный процесс в этом случае. Следующая стадия, стадия начальных деструктивных изменений и формирования некротического пепелита. Сам по себе, опять же, изолированный этот симптом не специфичен, это тот же самый пепелит, который встречается при других заболеваниях, в большинстве случаев. Все начинается с формирования гранулема, когда микобактерии мигрируют в собирательные трубочки, попадут в мозговой слой, вызовут там воспаление. Возникает, опять же, гиповоскулярные участки мозгового слоя, нечеткость контуров мозговых пирамид, напухание сосочка. В дальнейшем появляется деструкция. Ну, точно такая же, как при любом пепелите. Те же самые, как указано на схеме, там симптомы трезубции или тренинга и выемки по краю свода чашечки, симптом клешни, печатки или перстня, и при отторжении фрагмента сосочка была увидная чашечка. Собственно, это то же самое, что бывает при других пепелитах. Ну, вот демонстрация пациентов с доказанным туберкулезом, вот эти вот дефекты, дефекты сосочка, углубления краев свода чашечки. Единственное, что можно заметить, что при туберкулезе эти деструктивные изменения более грубые и более глубокие. В принципе, это все. Следующая фаза – формирование уже более крупных деструктивных изменений в паренхиме, которые в последующем начинают сливаться, могут сливаться с некротическими изменениями в мозговом слое и прорываться в чашечку. Но они могут быть единичные, множественные, плотность их различная, от жидкостной, как в кистах, до более плотной, связанной с наличием казиозного некроза. Могут определяться утолщения стенки вот этого кистозной структуры, в том числе и ее усиление, что создает вот такую картину, похожую на абсцесс или на осложненную кисту. При крупных кистозных образованиях, при крупных кавернах изначается паренхима. Как я уже сказал, паренхим может прорываться в чашечку, и в процессе вот этой деструкции вокруг чашечки и ее слияние с каверной формируется вот такая вот единая группа полостей соединенных мест. При прогрессивном процессе появляются новые очаги деструкции, также весь этот процесс может сливаться с процессами, связанными с некротическим папилитом. В итоге прорываются множественные кистозные структуры в паренхиме, она начинает ими замещаться, паренхима может истончаться. Вот эта вот картина слившихся каверна, слившихся с чашечками в сочетании с обструкцией чашечной лохальной системы формирует в итоге картина уже и пинефроза. Содержимое чашечек и каверна может быть различное, от жидкостной до более плотной, и наличие вот этого более плотного содержимого, связанного с отложением солей кальция, уже говорит более специфично о туберкулезном процессе. Если процесс течет хронически, он прогрессирует, течет волнообразно, постепенно прогрессирует, развивается рубцовое изменение. Паренхима замещается как полостями, так и атрофируется, замещается рубцом и начинает терять свою функцию. Начинают появляться кальцинаты, кальцинация нарастает, в итоге мы имеем дело уже с стадией нефросклероза, с уменьшенной сморщенной почкой, и в самом запущенном случае, когда сформировалась уже обструкция чашно-луха ночного системы, полостной системы, почка сморщилась, потерялась функцию, субтотально обыстрелилась, это формирует такое состояние, которое называется ауто-нефроэктомия. Поражение чашно-луха ночного комплекса развивается во время развития, в процессе развития некротического попелита, когда бактерия начинает попадать в мочу, они ее инфицируют, и бактерия таким образом могут попасть и на стенки, и на стенки полостной системы. В итоге формируются специфические изменения и на уртеле частного лоханки ночного комплекса, в итоге мы можем выявить утолщение стенок лоханки и чашечек, этот признак не специфичен, может проявляться и при других процессах, связанных с пелитом. В дальнейшем формируются более специфичные для туберкулеза изменения, когда появляются рубцовые изменения, возникают структуры. Самым типичным признаком при туберкулезе является структура шеек чашечек, которая приводит к обструкции чашечек, неравномерному их расширению. Вот это сочетание предыдущих стадий структуры чашечек уже более специфично, патограммонично говорит о наличии туберкулеза. Ну и при снижении кальцинатов тоже это подкрепляет. Для установки диагноза нефротуберкулез мы имеем право установить данный диагноз на основании патоморфологического исследования, бактериологического исследования, что занимает довольно длительное время даже на ускоренных питательных средах. Также молекулярно-генетическим методом, то есть полимеразная цепная реакция и установка диагноза на основании клиника рентгенологических данных. Поэтому, конечно же, лучевая диагностика нефротуберкулеза является важнейшим этапом обследования данных пациентов. На первом этапе мы выполняем ультразвуковое исследование как первичный метод и при подозрении на нефротуберкулез нам необходимо получить следующую информацию. Во-первых, о стадии данного процесса. Деструктивная или недеструктивная форма? Говорю, что недеструктивные формы практически никогда мы не визуализируем, и диагностика этих форм является основной проблемой постановки диагноза нефротуберкулез. Нам важна локализация процесса, функция почки, состояние чашечно-лоханочной системы и распространенность данного процесса. Зачем нам это нужно? Нам это необходимо для того, чтобы планировать лечение. Одним из вариантов лечения деструктивных форм является хирургический метод лечения, направленный на санацию очага инфекции. Нам нужно понять, выполняется ли я нефротомию либо органсохраняющую операцию. Поэтому эта информация является очень актуальной. Ну и, конечно, проблема диагностики туберкулезного папилита, который обычно либо пропускается, либо мы его не визуализируем. И отсутствие тезиатрической настороженности многих врачей, так как это нечасто встречающееся заболевание, приводит к тому, что мы визуализируем данный патологический процесс на очень поздних стадиях. Ну и, конечно, если мы будем использовать командный подход к диагностике данного заболевания и думать о том, что, возможно, у пациента имеется туберкулез, то это приведет к улучшению показателя лечения данных пациентов. Туберкулез мочеточника. В процессе наступления деструктивных изменений в почке деструктивного некротического папилита возникают условия не только для развития поражения частного лоханочного комплекса, но и ниже лежащих мочеводящих путей мочеточника, мочевого пузыря, который, соответственно, является вторичным в следующем после поражения почки. Типичным является утолщение стенки. Оно неравномерное, сегментарное, чаще локализуется в местах физиологического сужения мочеточника. В дальнейшем формируется уже более типичная специфичная для туберкулеза стриктура. Ну и в поздних стадиях появляется кальциноз. Для врача-уролога необходимо узнать локализацию, протяженность и выраженность абструкции. Это самые главные показатели, которые позволят нам планировать хирургическую тактику, то есть пластика мочеточника местными тканями, либо использование подвздошной кишки, либо аппендикса для формирования мочеточника. Естественно, компьютерная томография является первым методом, которым мы прибегаем для диагностики туберкулеза мочеточника. И не забываем, что изолированного туберкулеза мочеточника не бывает. Необходимо искать очаг в почке. Из особенностей чаще всего поражение встречается в нижней третьей мочеточника, либо многоуровневость поражений с формированием так называемого четкообразного мочеточника. Это основные подогномоничные признаки для нас, как для клиницистов. Поражение мочевого пузыря тоже самое вторичное. Начинается с локального, потом более распространенного утолщения стенки пузыря, которые самому по себе не специфичны. Ну и потом присоединяется кальцинация. И в конечном стадии, при прогрессивном процессе, на расстоянии рубцовых изменений формируется сморщенный мочевой пузырь и со стоким уменьшением его объема состояние называется микроцистис. Компьютерная томография на ранних стадиях туберкулеза мочевого пузыря неприменима, так как мы не визуализируем изменениям. В основном это клиническая картина. Ну и мы используем ретроградную цистографию под наркозом для установки диагноза микроцистиса, для визуализации рефлюкса в мочеточник. Деструктивный процесс может распространиться на перинефральное пространство с формированием перинефрита и абсцессов. Мы можем наблюдать во время исследований и другие. Поражение других органов брюшной полости лифоденид, поражение брюшины кишечника и так далее. Ну и свечи более редко уже форма осложнений. Так или иначе она может в редких случаях казуистических стычаться. Важно про них помнить. И в этом случае дополнительным методом является фистулография, чтобы визуализировать вещи, понять, где он расположен, с чем связан. Важным критериями, как я уже сказал, изолированной симптомы являются неспецифичны и говорят сами по себе про туберкулез, но работы, которые пытались выявить какие-то критерии, есть. И замечено, что сочетание трех и более следующих признаков говорят в большой степени о туберкулезе. Да, это сочетание гиповаскулярных участков почки с некрозами или кистозной структуры, папиллярного некроза, структур шеек, чашечек почки, рубцовых изменений почки, полостной системы, кальцификации и неравновенное утолщение стенок полостной системы, подкрепленных иногда и дополнительными изменениями, связанными с туберкулезом поражением других органов. Это вот демонстрация такого случая. Множественные признаки, сочетающие в себе уже поликавернозную форму с распространением процесса на полостную систему, на мочеточнике, на мочевой пузырь с признаками перенесенного процесса туберкулеза в других органах. То есть, мы можем сказать о том, что у пациента пациента был генерализованный туберкулез. Ну, позвольте уже завершить на этом. Мы хотим сказать, что совместный подход к диагностике нефротуберкулеза позволит улучшить показатели лечения данных пациентов. Благодарю вас внимания. Уважаемые коллеги, у нас, к сожалению, нет времени на вопросы. Я понимаю, что все соскучились по живому формату. И с удовольствием представляю следующий доклад. Тоже дуэт, тоже диалог. Диалог рентгенолога и уролога на тему аномалий развития почек. Ирина Анатольевна Горопач и Петр Николаевич Поляков. Здравствуйте. Сегодня мы с партнером. Я уже привыкла к тому, что у меня не ведущая роль в танце, к сожалению, как у рентгенолога. Поэтому сегодня все-таки основное внимание будет уделено именно доктору- урологу Поляков Петр Николаевич, ради которого в лице которого мы, собственно, и пишем заключение. Наш конечный потребитель. Все вопросы, которые они задают, являются, в общем, решающими формулировки наших заключений. Дорогие коллеги, я все-таки подчеркну, что я детский уролог, детская городская больница номер два, Святой Марии Магдалины, здесь же на Васильевском острове, только что с операционной, извините, чуть-чуть задержался, поэтому думаю, что поехали. Мы будем очень быстро и стараться не задерживаться на общеизвестных вещах, потому что, в общем и целом, аномалии развития не самая сложная тема для диагностики. Достаточно сложна их классификация, но с другой стороны, как уже было отмечено, классификация для нас, для рентгенологов, не всегда очень нужна, потому что, во-первых, классификаций много, во-вторых, они используются в разных клиниках по-разному, и основное, что мы должны сделать, это написать так, чтобы было понятно тому врачу, который будет читать наше заключение. Поэтому в своих описаниях мы в большей степени ориентируемся на описание морфологических изменений, тем более, что говоря об аномалиях, говорить о изолированных аномалиях практически невозможно, они всегда сочетаны. Аномалии количества – это, в общем, не самая интересная история для уролога, и если побольше, то есть, большому счету, перед нами стоят лишь несколько вопросов. Нам, в принципе, важно понимать о том, есть ли эта почка, был ли ее зачаток, или имеет место мультикистозную дисплазию с выраженным сморщиванием этой почки, и просто почку не дается обнаружить. Связано это с тем, что нередко имеется сочетание аномалий, в частности, с аномалиями мюллеровых протоков. Если мы говорим о девочках, то это Герлинг-Вернер-Вундерлиг-синдром, и если мы говорим о мальчиках, то это синдром синдром. Поэтому, когда мы видим агенезию почек, мы не должны ограничиваться только верхними этажами живота, мы оцениваем малый таз, детально его оцениваем, смотрим, есть ли изменения в семенных протоках, есть ли эктопия мочеточников. И только после этого мы можем сказать, идти к пациенту-урологу под дальнейшее наблюдение, или, в общем, мы случайно нашли у него аномалию. На представленных схемах мы видим синдром Циннера. Это случайная находка у достаточно взрослого пациента. При этом важно понимать то, что если мы говорим о взрослых пациентах, то мультикистозную сморщенную почку, которая на самом деле практически всегда у пациентов с синдромом Циннера существует, у взрослых обнаружить практически никогда не удается, а у детей у нас есть несколько наблюдений, и, в частности, вот одно из них, ее удается обнаружить и удается удалить. И в чистом виде синдром Циннера – это именно вариант эктопия мочеточника в семя, вносящие протоки, семенные пузырьки. Это молодой человек попал к нам в возрасте 7 лет с множественными пороками развития, отразия пищевода, отразия ануса и, как считалось, в общем-то, единственная левая почка. Поступил он к нам с рецидивирующей лейкоцитурией, были выявлены расширенные семенные пузырьки с двух сторон, слева и справа, и на миграционной цистографии, которая представлена в правом верхнем углу, помимо пузырного мочеточника рефлюкса, мы видим также округлое образование с мочевым пузырем, это и есть рефлюкс, с ними выносящие пузырьки справа. Было принято решение с рецидивирующей лейкоцитурией пиелонефритами о необходимости оперативного вмешательства, где во время операции, конечно, столкнулись с сложной ситуацией, был обнаружен мочеточник, идущий от правых семенных пузырьков, уходящий куда-то за петли кишечника и двигающийся в направлении левой почки. В этот момент нам стало страшно, потому что нам показалось то, что это единственный мочеточник действительно левой почки, но потом в структуре уже левой почки был обнаружен маленький-маленький сегмент сморщенной почки. Таким образом, это, скорее всего, И-образная или Л-образная почка, где один из ее сегментов сморщился в связи с тем, что была длительная обструкция в связи с эктопией мочеточника и рецидивирующими инфекциями. Лапароскопически было выполнено удаление мочеточника, ткань почки обнаружить практически не удалось, были удалены семенные пузырьки справа. Однако, к сожалению, лейкоцитурия у пациента осталась, прекратились пилонефриты, и по какой-то причине имеются также расширенные семенные пузырьки слева. Пока под наблюдением так же. Одна из самых частых аномалий, с которой мы встречаемся, это мальротация. В большинстве случаев мы просто ее фиксируем, есть или нет мальротация. В этом случае, помимо того, что она есть, мы должны обратить внимание на нарушение уродинамики, потому что изменение положения ворот почки очень часто сопряжено с изменением положения мочеточника, с его обструкцией и, соответственно, с нарушением оттока моче. При выявлении мальротации наша задача посмотреть, есть ли у пациента мочекаменная болезнь, есть ли у него признаки перенесенных пилонефритов, и есть ли у него расширение полостной системы. Если этих трех пунктов нет, мы можем просто зафиксировать мальротацию без детального описания. Если есть хоть один из этих признаков, мы должны обратить на это внимание и пациента, и уролога, и уже тщательно описать взаимоотношения полостной системы и сосудов. Естественно, для уролога важно, прежде всего, потенциально будет ли операция на этой почке. Если предполагается, что эту почку нужно будет оперировать, что там, например, как у взрослых есть новообразование, или здесь имеется гидронефроз, помимо того, что мы ищем, есть ли реновазальный конфликт, есть ли нижний полярный сосуд, мы должны предоставить урологу информацию, что почка развернута, что лоханка будет располагаться совершенно нетипично для тебя во время операции. Или если вы собираетесь сделать нефрактомию, например. Дистопии почки – это тоже, в общем, нередкая история. Мы можем встречать различные типы дистопии, что нужно от нас, как от рентгенологов. Опять же, есть или нет нарушения уродинамики. Личная просьба от урологов не путать дистопию с нефрактозом, ориентироваться на уровень отхождения сосудов, ориентироваться на ротацию почки, ориентироваться на ее форму. Если никаких изменений в почечной паренхемии, в полостной системе почки нет, ну, дистопия почки – такой фасон. Если есть какие-то либо нарушения, то это дальше пациент уролога, которого он наблюдает и при необходимости лечит. Ну, вот один из вариантов – это та самая сочетанная аномалия. Все мы понимаем, что почки у эмбриона расположены в малом тазу воротами кпереди, и во время подъема в типичное положение почка совершает медиальное вращение. Любые нарушения этого вращения будут сказываться на положении ворот. Те почки, которые не успели подняться, они, соответственно, будут расположены воротами не медиально, а вот, например, латерально, как в данном случае. Это вариант реверсной ротации, когда почка развернулась латерально. Понятно, что при каких-либо патологических изменениях и при необходимости хирургического вмешательства уролог столкнется с рядом сложностей во время манипуляции. Поэтому для уролога мы отмечаем, собственно, тип дистопии, уровень отхождения почечной артерии, наличие добавочных артерий и вен, наличие или отсутствие маверостации и признаки нарушения уродинамики. Если признаков нарушения уродинамики нет, то предыдущие пункты мы просто по большому счету перечисляем. Если они есть, мы приступаем к подобному описанию. Различные варианты дистопии, они сочетаются очень часто с эктопиями. Наша задача тоже, в общем и целом, не сильно здесь дифференциальная диагностика вовлекается, зафиксировать сам факт дистопии, описать ее, пометуя о том, какие виды существуют и, опять же, понимая о том, что будет релевантным для уролога. Какой тип перешейка, пренхематозный или фиброзный, где он расположен, какое количество сосудов подходит к почке. Если почка не нуждается в дальнейшем в лечении, то мы пишем дополнительные сосуды. А если же нет, то описываем кровоснажемие сросшихся почек по любой из удобных урологу классификации. Если такой классификации нет, пишем просто словами. В частности, один из примеров пациентки с терминальным гидронепрозом. Впервые она к нам обратилась в возрасте 15 лет. Подковообразная почка, практически подтвержденная пора на сенсиографии уже без функции. Что мы просили от врачей лучевой диагностики? Какой тип имеют сосуды? Есть ли какие-то дополнительные сосуды к перешейке от аорты? Это мы боимся прежде всего во время такой нефрактомии. И описание толщины перешейка. Не буду задерживаться. Судя по всему времени, у меня нет красиво расписывать картинки, поэтому быстренько пройдем. Различные типы дисплазии почечных, которые мы встречаем, тоже в общем и целом они важны. Но сегодня мы говорим о нашем дуэте с урологом, поэтому далеко не все урологу нужны. В частности, не кистозные формы дисплазии. Урологам не интересно. А из кистозных форм, мы просто зафиксируем сам факт собственной дисплазии. Гипоплазия это, помним о том, что нужно дифференцировать от вторично сморщенной почки. При медулярной губчатой почке наша задача единственная в чем состоит, это провести дифференциальную диагностику. Камни это в чашечках или это все-таки обезысление сосочков пирамид. А из кистозных форм, в общем, уролога интересуют только простые кисты почек. И большинство из них его интересует на предмет, надо с ними что-то делать или нет. И в частности, если мы говорим о детской урологии, мы все равно предпочитаем пользоваться также классификацией босниак. Практически не встречаемся с кистами, кроме первой, второй, редко второй F стадии, но все равно просим, чтобы наши врачи лучевой диагностики указывали это. Что важно? Также важно понимать, все-таки это простая киста или это чашечковый дивертикол. И в частности, вот здесь представлены компьютерные томограммы пациентки, которая обратилась к нам с достаточно большими кистами, без болей, без пилонефритов. Но нас, в принципе, как урологов это беспокоило. Мы увидели то, что одна из кист имеет сообщение с полостной системой. Вы видите здесь накопление контраста в нижней кисте. Как в дальнейшем оказалось, и верхняя киста также имеет узкую, очень комбинированная операция выполнялась в ротероскопии, параллельно-перкутанная операция. С помощью лазера была выполнена фульгурация шеек и был восстановлен отток нормальный из чашечек в полостную систему почки. Однако, к сожалению, мы через год столкнулись с рецидивом и, в общем-то, в очередной раз пришли к выводу, что простые кисты почек трогать не надо. Какие бы размеры они ни имели, если они не имеют симптоматики, если они не имеют признаков нарушения уродинамики, если это даже чашечковые кисты, но они не имеют конкрементов, не имеют инфекции, не надо их трогать. Несколько удачных примеров лечения. Здесь было уже, в общем-то, нарушение уродинамики у пациента, был болевой синдром. Вторая большая группа аномалий – это аномалии собирательной системы. Но, опять же, изолированных аномалий собирательной системы практически не бывает, они в большинстве своем сочетаны. И начнем мы с дивертикулы чашечки. Собственно, уже поднималась о нем речь. И тут наша задача как рентгенологов – помнить о том, что они существуют, что в них могут формироваться конкременты. Мы должны понять, что это конкремент в полостной системе или в дивертикуле. И мы должны, безусловно, помнить о том, что дивертикулы могут быть гигантских размеров. Единственным дифференциальным критерием является заполнение его контрастным препаратом во сроченную фазу. В дивертикулах могут формироваться конкременты. И, опять же, наша задача сказать, что это все-таки дивертикул, а не киста с кальцинатами. Обструкция пилатурального сегмента, о нем сегодня говорили достаточно много, поэтому, в общем, наверное, мы будем мало задерживаться на этом. Но как в данном случае детских урологов должно интересовать не только наличие каких-либо изменений, но и вообще любых урологов. Причина развития пилатурального сегмента, а вот тут мы вполне себе можем и помочь. Первым методом диагностики является, безусловно, ультразвуковое исследование. Широко используется сцентография в детской практике динамическая и компьютерная томография как метод детальной морфологической оценки анатомических структур. Не буду на картинках задерживаться. Удвоение собирательной системы, оно тоже интересно нам в большей степени при наличии нарушений уродинамики. Если есть нарушения, то, в общем, если есть удвоение почки, но при этом нет изменений в обоих сегментах удвоенной почки, нет нарушений уродинамики, нет камней, нет признаков воспалительных изменений, то задаваться целью искать полное удвоение или где-то мочеточники сливаться в нижний третий и для этого переоблучать пациента снова и снова, в общем, смысла нет. Но если какие-то изменения есть, то наша задача заключается в том, чтобы выяснить, каков тип удвоения и передать пациенту урологу. Если говорить в отношении удвоения, то верхний сегмент – это чаще всего обструкция, а если говорить о нижнем сегменте, это чаще всего, конечно, пузырный мочеточник и рефлюкс. И здесь важно именно выполнить комплексное обследование, в том числе с выполнением дополнительной цистографии, внутривенной урографии, рефлюксцентографии. Помним о таком врождённом заболевании, как мегауретер. Это состояние необязательно, которое получается при обструкции у взрослых человек, людей рубцовыми структурами или конкрементами. Мегауретер – это врождённое изменение, и классификация мегауретера в общем и целом схожа с классификациями расширения верхних мочевых путей. Пузырный мочеточниковый рефлюкс – одна из причин развития рефлюкс-нефропатии у детей. И хотя наши возможности как рентгенологов здесь в общем и целом ограничены, тем не менее перед нами ставятся важные для диагностики задачи. Насколько развита рефлюкс-нефропатия очаговая и тридиффузная форма, какова степень поражения паренхимы почек, какова степень пузырномочисточникового рефлюкса. Но основными методами диагностики – это ультразвуковая диагностика, мекционная цисто-ретерография, сцинтиграфия. А вот привычная и любимая нами компьютерная томография, магнит-резонансная фотография используется чрезвычайно редко. В различные степени расширения верхних мочевых путей при мегавротерии, при пузырномочисточниках рефлюксами мы пользуемся этой классификацией. И, безусловно, единственным способом рентгенологической оценки является инъекционная цисто-ретерография. И при ультразвуковом исследовании, в основном при ультразвуковом исследовании, компьютерная томография, повторюсь, нечастая история для этих пациентов, мы оцепниваем степень фиброзных изменений в почке. При расширении полостной системы мы ищем все ее причины, в частности, не забываем про различные аномалии мочеточника. Стриптуры бывают не только на уровне пилорутерального сегмента, но и в других отделах. А иногда причиной могут быть достаточно редкие изменения аномалии формы мочеточника. И еще одна врожденная ситуация, которую мы, в общем, наблюдаем как у детей, так и у взрослых, это уротероцелия. Опять же, если мы видим уротероцелия, это вовсе не значит, что пациент пойдет к урологу. Это означает, что мы должны посмотреть признаки нарушения уродинамики. Если их нет, пациент, возможно, будет наблюдаться раз в год методом ультразвуковой диагностики. Если же они есть, то в данном случае уролог берет пациента в свои руки. На данных слайдах представлены различные варианты уротацелия, которые имеют и клиническое значение. То есть кистовидное расширение мочеточника, приведшее к выраженному расширению мочеточника в более проксимальных отделах и полостной системы. Ну и как резюме я бы хотела сказать, что вместе мы, конечно, снижение мочеточной силы. Только мультидисциплинарный подход позволит нам в итоге добиться наилучшего результата для нашего пациента. Собственно, чем и является цель нашей работы. То есть важно, чтобы уролог ставил правильную задачу перед врачом лучевой диагностики. Чего он хочет, чтобы это был диалог. Чтобы врач лучевой диагностики в случае, если у него возникают клинические вопросы, всегда мог связаться с доктором и задать ему необходимые вопросы. Ну и, наверное, тут еще замещение к урологам, чтобы они тоже иногда сами смотрели и правильно разбираясь в лучевых методах обследования. Тогда зачем мы? Спасибо. Это возможности позитронно-эмиссионной компьютерной томографии при раке пристательной железы. Доклад будет представлен онлайн. Видеозапись. Павел Борисович Гележе его сделает. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад тому, что имею возможность выступить на вашем форуме со своим докладом, который посвящен возможностям ПКТ при раке пристательной железы. Чего мы ждем в целом от радионуклеерной диагностики диагностики рака пристательной железы? Во-первых, это диагностика клинически значимого процесса, то есть нахождение опухоли самой, есть она или нет, наличие рецидива, биохимического ли рецидива, либо рецидива после радикального лечения, а также самая главная задача – это выявление отдаленного метастазирования. Немного про определение биохимического рецидива локализации нашей задачи стоит в первую очередь при появлении концентрации ПСА в крови 0,2 нанограмм на миллилитр, либо более. Немного о подпекациях НССН. Вообще, какие методы диагностики упоминаются в рекомендациях НССН. Они достаточно ретроградны в этом плане, потому что есть упоминания про костероскентерапию в случае стадии 1-2 и при достаточном высочем процессе ПСА, а также в случае симптоматичного процесса у пациента. Есть упоминания про использование холиного ПТКТ, при этом все упоминания только при холине, которая мечена углеродом 11-м, нет упоминаний про холин, которая мечена в про-18-м, и тем более нет упоминаний о церковице ПСА. Несмотря на то, что у меня церковь достаточно старого образца, насколько я знаю, в современных рекомендациях этого также нет. Итак, когда можно делать по антицентерапию, я уже сказал, что кристрация ПСА больше, более 20 мгл, и стадия опухоли Т1, и кристрация ПСА больше 20 мгл, и стадия опухоли Т2, стадия опухоли Т34 вне зависимости от кристрации ПСА в крови, при кристрации более 8, а также при наличии холиного пациента, болевой синдром в костях. Какие виды радиофарм препаратов можно воспользовать? Будем говорить о ПСКТ, а не о 8-м в костях. Я разделил на несколько подруг. Первый подруг это метаболические. Препараты, в первую очередь, это сортодокс и глюкоза, также упоминавшие на уже холин, препараты, которые основаны на кристрации, флюротимедин. Препараты тропных эксцептором, в первую очередь, препараты тропных андрогеновым рецептором, это вмещенные радиоактивным стором и дигидроцептерон. Препараты, основанные на аминокислотах, это вмещенные радиоактивным глюродным метионином, которые мы часто применяем в нейро-радиологии, однако он применен также и в диагностике ракописательной железы. Препараты тропные в костных сцами, вспоминавшиеся мной технически при его источнике глюкозы, а также вмещенные радиоактивным стором, сторит натрия, также препараты СМА, о нем будем говорить в конце более подробно. Тем более частый радиоактивный препарат по радиоактивной диагностике, по электронной аминокислоте, это сортодокс и глюкоза, широко себя известная, широко распространяем мнение, что при ракописательной железы применять ее не стоит, однако это не совсем так. Мы не можем оценить саму кислотную железу, так как мы не можем отличить забарокачественные процессы, гиперплазии кислотной железы, норму, посолительный процесс и опухоль, они все будут демонстрированы в гиперфиксацию РФП. Диагностика биохимического рецидива ролевого боли чем ограничена, мы не можем вывести диагностический рецидив при помощи подветокси глюкозы, однако мы можем применять этот препарат в пациенте метаболической активности опухоли на фоне лечения, об этом будет дарить и нечистость. В некоторых случаях, в случае очень распространенного процесса, с очень высоким уровнем ПСА, мы можем выявлять метаболический процесс, как в случае, представленном здесь, нижний хремно-лимпатический узел, который демонстрировал гиперфиксацию радиофарм препарата, струкзокси глюкозы, вы можете видеть, что подразделен диапсией метастаза, ракостатной железы, это выявлено было при помощи струкзокси глюкозы. Итак, наиболее частое применение это центр эффективности лечения, когда в центре сохранен метастический процесс, упражнение всей скелеты, очень удобно оценивать эффективность лечения именно при помощи глюкозы, если сравнить с ПСА, например, поцена гораздо хуже оттеневать динамику лечения, так как он будет гораздо более чувствительный. В данном случае можете наблюдать, что процент хорошо отвечает на терапию в виде снижения уровня метаболизма костных эндостазов. Итак, к курицу глюкозы мы не используем для диагностики стадирования, но можем оценивать эффективность терапии в частности антиандрогеницы. Препаратропные костные ткани достаточно быстро по ним пробегусь и про костер-синтеграфию говорить еще раз не буду, потому что она вроде делается практически везде. Есть препарат, основанный схожими к болезням, препарат также фиксируется в ремоделируемой костных ткани, это арид натрия, униоченный релактивным стором, разработан в 1972 году, гораздо более чувствительный и более статистический с тем костер-синтеграфия за счет того, что имеет более высокое пространственное разрешение. У препарата высокая энергия, в целом мы можем в путем смещения с КТ видеть, где метастазов больше, но с другой стороны стадию, как правило, такие исследования не меняют. То есть, если мы, как правило, у нас 3-3 натрия, можно видеть просто больше метастазов в костях по счет синтеграфии, они выявят какие-то новые. То есть, нам ничего в стадии не будет менять. и преимущество это то, что мы можем видеть в метастазах кастер-актитах, в лимфатических узлах и в парангематозах органов мы, как правило, не видим. Зачем с того, что препарат срокин именно к костной ткани, который происходит для моделирования на фоне эстетического процесса. Препараты холина были достаточно широко распространены в диагностике до внедрения массового препарата СМА и, в принципе, действие основано на том, что они участвуют в синтеграфии после липидных мембран, которые в неопластических тканях гораздо более активно происходят. Это и плюс, и это же и минус этого препарата, так как он является достаточно спастичным, так как липидные мембраны формируются и при тканях с фаталидным процессом, и в некоторых нормальных тканях. Есть две подгруппы, соответственно, можно препарат холином иметь радиоэкспринным углеродом и радиоэкспринным ссором. Есть у них небольшие различия. В общем-то, хороший радиоэкспринный ссор тем, что энергия его выше, и за счет этого мы имеем более качественное изображение, более высокопространственное разрешение, однако, минус тем, что он преимущественно вводит через мочевые сети, и, таким образом, мы имеем недостатки в фиксации патологического процесса в простате, в легиональных лихоеческих узлах. Если говорить про препарат углерода, то он вводит по имущественной печенью, за счет этого можно лучше оценить саму простательную железу в окружающей ткани, однако, его энергии немного меньше, поэтому и пространственное разрешение будет хуже. По литературным данным их чувствительность сильно различается. Кстати говоря, в клинические примеры вы можете видеть перфиксацию радиофарм-препаратов в региональных лихоеческих узлах. В целом, их чувствительность отличается, как я уже говорил выше, что у препаратов в умничестве над алифтином углеродом чувствительность в целом до 8%. А у препаратов смещенных хозяйственным вторым чувствительность до 6 тысячи процентов при алифтином практически одинаковых до 96%. И если говорить про статистичность, то в этом они имеют схожую кличность и точность. Однако, существенный минус этих препаратов в том, что они не являются статистичными. Если мы видим накопление в лимфузах, в костях, то это не говорит о том, что там 100% может быть проявление воспаления. Также уровень татсага сильно влияет на частоту выявления поражения, так как в диагностическом рецидиде вы можете видеть географические у трансмейстов протеины, протеины, которые используются только на флюхлее. Разработаны трейсеры для ПЭТ-КТ и эффекта и препараты эффективен даже принятия значения к ПЭТ-КТ представлены количества работы на 150 пациентов с диагностическим рецидивом точность достигала более 90%. В текущий момент это единственный препарат, который эффективен при диагностическом рецидиве. Возможно, и выявители ослабилизованные в пухе гиперроксации если она не была удалена, если она была на уровне амстомоза, либо в региональных инфузах. Как этот препарат может иметь определенные ошибки в интерпретации, как в этом гиперроксации было плотно исполковано как у пациента после радикальной простатоктомии область гиперроксации препарата залоном и золотком на самом деле является осложнением молочевой терапии, а именно сформированным свечом, который был сформирован между рецидентом мочевого пузыря и лаком химической. Причем, пример, в процент с биохимическим рецидивом по данным КТ и в ПКТ с трудов глюкозы не было выявлено никакого плотического процесса, поэтому на ПКТ способ с ума может есть очаг гиперроксации поверхности замыкательной пластини тела 4, пациент прошел все радио хирги в дальнейшем этого очага и повернулся в норму. Есть препараты, которые проходят в технике испытания экспериментальной препараты, это препарат ДАТСТАТ, который тоже может быть смещен аналитектным углеродом, его преимущество является крайне низкой почечной экспрессой, однако по механизму действия он схож с препаратом МЕХАЛИНА, то есть в высокой специальности этого результат не следует. Есть препарат фиософлавин, который является аналогом Л-лицин, это препарат подгруппе аминокислот, он имеет более низкую чувствительность при нижнем значении в ПСА в сравнении даже с холином и ацетатом. И препарат, который требует дальнейшего испытания, это препарат, основанный на струб с андрогеновым рецептором, однако эти препараты могут быть не столь эффективны у пациентов с анталитическим раком пристательной железы, в которых клик-об клик крипирюзмал андрогеновый рецептор. Подводим конец к докладу. Раннее начало лечения в пищу повышения выживаемости при диагностическом рецидиве. Точная локализация рецидива при низких значениях ПСА представляет сложность. При диагностике диагностического рецидива единственным возможным методом диагностики является сухостронно-эмиссионная томография препарат НИКРОСМАР является наиболее фактическим. И препарат стритнатрия при ПСА это будущая замена востокно-эмиссионная декоратива. Это препарат выбора в диагностике методического упражнения скелета при рецидиве. Верю вас за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, на этом мы заканчиваем сессию. Я думаю, что командная работа для всех важна и всем понятна. Приношу свои извинения следующей группе, которая должна сюда заступить. Всего доброго. До встречи в залах Невского форума. Продолжение следует...